А давайте начнем, знаете, с чего? А мы начнем с Рапида. 5 плюс 5. Рапид против 2.100. Не знаю, вот захотелось. Я говорю, то есть стрим сегодня у нас без какой-то четкой программы, поэтому давайте... Давайте вот так вот сделаем. Давно я в Рапид не играл на Лечесе. Так что давайте попробуем. Так, вал. Цель на стрим. Нету цели на стрим. Просто поиграть, получить удовольствие от шашек. Почему бы и нет, как говорится. Почему бы и нет. Так, можно в теории пойти Ферзь Д4 и потом на конь С6, Ферзь Аш4. Можно к нему пойти в что-то... Ну ладно, давайте к нему. Что-то более стандартное все-таки пойдем. Это, скорее всего, может перейти к английскому началу. То есть если я суд на Ж3, слон Ж2, я как-то сыграю. Так, вау, красивые игры. Рапид, наконец-то. Красивые игры, спасибо. А, от шашек понял, да. Всем привет еще раз. Народ, вижу, потихонечку подходит. Всех рад видеть. Так, да, слон сюда, это логично. Ферзь Б3 можно пойти, наверное. Может слон Д2 сыграть. Ладно, давай слон Д2, да. Пока не дам ему все-таки. Не хочу себе пешки портить. Хотя иногда вроде белые это позволяют. Но я не хочу. Да, и тут может сыграть просто Конь С2. То есть те идеи все-таки убрать Коня. На Д4 он все равно попадет под темп Конь С6. Его придется или убирать, или менять. А так я хочу определить слона. Ну и заодно теперь, чтобы если взял-взял, там Конь Е4, у него не было бы... У него не было бы... Слона бы он не ловил. То есть слона бы куда отойти. Давай Е3, наверное, логично. Да, но перевязь я тут вряд ли какой-то получил, честно говоря. Но... Играем с тем, что имеем. Так, давайте попробуем, наверное, так сыграть просто и так. На какой-то микро плюс буду ориентироваться. Хотя, конечно, совсем уж он микро, объективно говоря. Но... Посмотрим. Может зайдешь в арену? Ну нет уже интересных арен особо. Арена часа, но с кем там играть? Не совсем понятно. Так, может слона на Б3 убрать? Мне, наверное, больше нравится слон Е2. С идеей потом слона на Ф3 перевести. Слон на Ф3. При случае очень неплохо может стоять в будущем. Началась 5 минут назад. Жертвы на Аш7 пишут. Жертвы на Аш7. Вот. Вот. Так, может как-то Конь Е4 попробовать его немножко напрячь. Слон на Ф3. Видимо, Конь Е5 получу. Вот. Так, как мне своим... Тут надо как-то за белую фигуру раскрутить свои удачно. Можно А3, Б4 поворот пространства отхватить. Как вариант. Как вариант. Ну, СУНов 3, да нет смысла. Просто под Конь Е5 попадаю. Конь Е4. Можно вот слон на Е7. Слон С3 сыграть. Там Конь Д5 потом. А, на Конь Е4 мне пока охот нравится. В любом случае, слон давайте отгоним куда-нибудь в назад. А там посмотрим. Хочется, хочется пойти слон С3. Но слон С3 просто Конь Д5 сыграет. Черная. И как-то непонятно, куда своего слона пристроить. Да, вот как-то потенциал. То есть, у белых фигур хорошие. Но пока как-то кони прыгают на Д5 на Е5. И не так просто их как-то по-умному расставить. Хотя хочется. Хотя хочется. Может попробовать что-нибудь такое изобразить. Но я не знаю, как-то слишком мудренно это выглядит, честно говоря. Слон Ф3, опять же Конь Е5. Блин, не вижу, как удобно развязаться. Не вижу. Ферзь Е11, Дей, Конь Б4. Странно это выглядит. Но, может быть, не имеет, кстати, какой-то смысл. Правда, Ферзь Е1, может быть, Ферзь Д5 сыграет. Ферзь Е1, да, Ферзь Д5. Ладно, давай Ферзь Е1. Такой ход выглядит, конечно, немножко вычурно. Но, что делать? Так, будешь первым. Привет, Володя. Удачной, интересной игры. Вам отличного настроения. Радост и шахмат. Да много побед. Спасибо большое. Да, всем еще раз большой привет. Народ потихоньку, вижу, подтягивается. Народ потихоньку подтягивается. И это хорошо. Не знаю, не знаю, что мы будем делать точно на стриме. Не знаю, насколько этот стрим. Все довольно спонтанно. Так, не знаю, он И5 готовит, нет? Ну, давай Конь Б4 я все-таки проведу. То есть, моя идея выменять эти фигуры. Потом Конь где-то лезет на Ц5, на Д6. Конь на Б6 остается у черных так себе фигурой. Мне кажется, поприятнее у белых, если вот это все так поменять. Опять же, не сильно, но... Но хоть что-то. Но хоть что-то. Так, если он на Ф5 играет, я успеваю в промежутке ладят Д1 пихнуть. И потом на Д6 залезть или слоном, или конем. Это тоже выглядит неплохо. Так, ну тут забрал, понятно. Да, но это уже белый чуть поприятнее, наверное. Наверное, Перс Б3 пошел. На слон Е6 Конь С5 будет. В принципе, ладят Д1 хочу. Конь на Д5 подвесилась. Там потом Конь Д6. Да, я считаю, уже приятнее у белых. Не знаю, прям сильно ли, но приятнее. Есть какой-то хитрый вариант, типа... Ну, уже ладно, уже не актуально. Но был слон Е6 ход и на Конь С5, Конь Ф4. Там слон С4 я бы, наверное, пошел. Ладно, это уже проехали. Так, может ладят Д1 в промежутке вставить? Может сразу Конь С5? Ну, ладят Д1 не выглядит как ошибка, честно говоря. Хотя... Конь С5-то тоже вставить хочется. Там Б6 пойдет. Ладят Д1 сыграю все-таки. На Ферзен паду. Вдруг не заметит. А что, завтра вторник будет? Завтра будет. Ну, сегодня понедельник. Значит, завтра будет вторник. Неожиданно. Такс. Ну, давайте Коня на Д6. Влепим. Коня влепим на Д6. Вот вопрос, не знаю, на слон Е6 буду ли я бить пешку на Б7. Возможно и нет. Хотя там Ферр Б7, если он забрал, то Конь Б7, Ладя Б8, Конь С5 играю. Впрочем, это уже не так важно. Так, ну, можно в Ферр Б6 пойти. Ферр Б6 неплохо смотрится, вполне ход. Да, Ферр Б6. Заедем в гости. Да, давно я рапидов не играл. И вообще и на стримах. Ну, именно в интернете. Кстати, и вживую я тоже давно рапидов не играл. Вообще, я давно рапиды не играл. Так, привет, да, приветствую. С разбега влепил лайк, и это правильно. И это правильно. Так, не дело. Играть-то будешь, вторник? Какой сейчас год? Сейчас. А у меня 2022 опять стоит, да? Нет. В смысле? Я думаю, не опять. Я вот в начале, особенно этого года, любил ставить 2022 в название. А вторник, завтра будет арена года в Блиц, наличие. Я, скорее всего, ее, если буду завтра стримить и играть, то, скорее всего, буду стримить и играть именно ее. Такое вот дело. Так что, титульный вторник, завтра, скорее всего, не будет. Так, ну тут мне дают уже это. Побейте, ладятся один, ладятся семь заехать. Это очень заманчиво выглядит. Очень заманчиво. Давай побел. Надо ладей восемь играть, иначе надо восемь висит. Вот ладей восемь, как я сказал, у меня уже ладят с один, и ладят с семь могу сыграть. Это уже у белых, ну, сто процентов поприятней, получше позиция. Но другой вопрос, что это дело надо будет еще реализовать, конечно. Да, с этим никто не спорит, но... Попробуем реализовать. Да, контроль. Напомню, мы сейчас играем пять плюс пять. Неожиданно, вот стрим, который называется Ночной Блиц, мы начали с Рапида пять плюс пять. Просто я увидел рандомный вызов, и вдруг решил, а давай сыграю Рапид. Но такое тоже бывает. Так, тоже класс. О, арена нальча с норм. Да, вот завтра будет турнир. Вот ежегодная Блиц-арена по три минутки. Восемь вечера. Так что, да, я сказал, если завтра буду что-то играть и стримить, то, скорее всего, это турнирчик. Потому что титульники каждую неделю, и как-то что-то они мне надоели немножко, пока не то чтобы супер, прям, горю, желанием их играть. А вот арена года было бы любопытно. Мне нравится моя позиция, но да, выиграть тут, возможно, будет непросто. Ну, хочу как-то ладя Д6 на С4, так, сюда. Может, сразу же слон Е4, скорее всего, слон Е6 последует. Ну, кстати, слон Е4, слон Е6, могу даже просто побить, ладей Е6, сфер пьет Б7. Висит на А8, висит на Ф7. Что-то молодей Ф8 черный играет, но у них тогда пассив, и у меня пешка лишняя. Как-никак. И по времени, кстати, уже плюс-минута стою, и это тоже приятно. Да, то есть добавка есть, конечно, флаг спринг вряд ли уронит, но все равно по времени давить всегда приятно и полезно. Так, привет, Вова, рад видеть, привет всем, да, всех приветствую. Уже, кстати, 30 лайкосиков, неплохо, неплохо, спасибо всем, кто не забывает. 30 лайкосиков уже на самом начале стрима, это приятно. Вот напишите, кстати, народ, как вам вот тут такой рапидик. Интересно, нет? Может быть, все-таки попробую опять себя заставить побольше рапидов, поиграть и постремить какой-нибудь рапидик, может быть, тоже. Если это людям интересно. Ну, вот это не должно быть хорошо. Вот тут уже ладей Ф7, наверное, тактика всякая работает. Ладей Ф7, ладя Д8, Ладей Ф7. Должна работать. Ну да. Ничего я не зеваю. Бум. Первый ряд у меня не нападает никто. Да, на шах, на взятие ладя Д8 шах. Должен уходить. Король Аш7, слон Ф7, пешку выиграл. И плюс атака. Плюс, хоть черные не могут вывести свои фигуры оставшиеся, то есть, там слон не выходит, ладя не выходит, все зависло. Слон Ф7, там матовые идеи всякие витают в воздухе. Убил просто выигранная позиция уже. Да, не выдержал соперник, но как-то очень пассивно он играл. Он мне дал залезть в 7. Тут, конечно, я уже должен победить. Сейчас как-то, если ферзь уйдет, красивая идея, матовая ладя H8. Ферзь Д8. Ой. Ой-ой-ой. Так, а это уже язеро. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Ай. А, я выигрываю. Ой, какая красота. Фу. Народ, поставьте, кто хочет, на паузу. Поищите. Давайте, даю 10 секунд вам. Фух, блин. Ну, я это все заранее посчитал, я это все заранее видел. Я это все заранее посчитал, я это все заранее видел. Бум. Меняются ферзи, потом съедаю ладью и 1-0. Красиво. Красиво. Не, ну шучу вам. Конечно, я дозевнул, но повезло. Рослось. Немножко. Да, это победа. Это победа, дамы и господа. Найс. Так, привет, Вова, удачи в Рапиде. Вот это да. Слон G6. Здравствуйте, почему ночной? Ну, потому что ночь. Так, размен ферзей и ладью берем. Ход ферзем. Блин, я, кстати, не видел этой идеи заранее, да, но подвезло. Фу, победили. Победили, одолели. Симпатично. 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 Продолжение следует...